Да, это программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии Владимир Сизов, ректор Вятского социально-экономического института, доктор экономических наук, профессор, академик и так далее. Владимир Сергеевич, добрый день. Добрый день. Напоминаю традиционно, что на сайте хакирова.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, там есть специальная форма для того, чтобы вы смогли задать свой вопрос гостю особого мнения. 4 мая сегодня, среда, начинается короткая рабочая неделя. Вот сегодня уже в интернете Владимир Сергеевич заприметил снова разгорающуюся дискуссию по поводу того, как же долго отдыхают россияне. Хотите высказаться на эту тему? 4 выходных у нас позади. Ну, я думаю, что они никому не помешали, кроме, может быть, экономики России. В принципе, количество выходных в России не самое большое. В некоторых азиатских странах есть и дольше отдыхают. Но достаточно длительные. Тем не менее, чисто физиологически, мне кажется, полезно для людей, особенно наших северных стран, как-то отдохнуть в середине зимы, после достаточно тяжелой весны, тоже немножко отдохнуть. Вы имеете в виду новогодние, конечно? Ну, я говорю, 14 дней – это всего в году у нас вот таких праздничных дней. И, ну, как бы, я думаю, что если выйти с критикой этого предложения, многие россияне не поймут. Но чисто с экономической точки зрения, конечно, ведет такой провал. Ну, регулярно, да, появляются эти рассказывания всевозможных экспертов о том, что серьезно проседают показатели основные экономические за эти дни. Ну, так или иначе, пока на уровне Госдумы той же вопрос не решу сокращать. Сокращать или не сокращать? Я думаю, не будет решу. Ну, в крайнем случае, один-два дня на больше не пойдут. Потому что праздники такие основополагающие. Первое мая, девято мая, Рождество и так далее. В общем, Вы без особых претензий к такому количеству выходных. Я привык и уже тоже строю жизнь в своем соответствии, так сказать, планирую в соответствии с этими выходными. Я думаю, большинство россиян такие делают. Сегодня в рамках Вашего особого мнения мы пройдемся по особенно, на мой взгляд, заметным событиям последних дней. Хочу начать с события, которое произошло позавчера. Я не ошибусь, если назову Вас верующим человеком. Я человек верующий. Верующий, да? С Пасхой, безусловно. С Пасхой. Да, которая была 1 мая. И вот 2 мая свершилось вот, что написал об этом наш губернатор Никита Белых на своей странице в Фейсбуке. Утром больницы, так мы принято называть, принято у нас так называть это медучреждение, Центр травматологии, ротопедии и нейрохирургии, современное название. Так вот, рядом с поликлиникой этого медучреждения состоялся чин основания церкви во имя Святой Блаженной Матроны Московской. Глава региона написал, рассчитываю, что мне удастся с Божьей помощью построить этот храм за полтора года. Подчеркиваю, это мой личный, даже глубоко личный проект, как верующего человека, а не губернатора. То есть, с подачи, собственно, главы региона строительства. Пока не началось, но, видимо, будет начаться. Значит, Ваша оценка. Первое официальное лицо. Ну, строительство храмов, в случае, строители храмов, это всегда уважаемые люди, почитаемые за них, молятся в тех храмах, которые они основали и при жизни, и по смерти. Это все как бы хорошо, и можно только поприветствовать такое начинание. Но тут надо два момента, все-таки, таких очень непростых отметить. Ну, во-первых, если это сугубо личное дело, такое глубоко верующее, то есть, человек, собственно, зачем было об этом, так сказать, объявлять широко и так далее. Ну, там, наверное, создан уже приход. Обычно приход создается, прежде чем храм такой строится, да? Можно было эти деньги отдать на приход, который бы и строил, так сказать, потихонечку этот храм, то есть, не объявлять так широко. Почему? То есть, мне совершенно как бы не жалко, то есть, ну, пиар и пиар. Должен губернатор приоритет. То есть, если бы Вы затеяли такой проект, Вы бы поскромничали, Вы бы не разгалывали, не говорили. Ну, у нас есть часовня на территории института, так сказать, мы в свое время хотели тоже храм строить, но Господь, так сказать, не дал, может быть. Потому что строительство храма, это дело-то очень такое серьезное, и мне в этом отношении Никиту Юрьевича, вообще, чисто, как верующего, человеку жалко. Потому что вот сейчас у него начнутся проблемы, это точно. Какой уровень? Я не знаю, это же духовный уровень, это не мирской уровень, то есть, он замахнулся на духовное, ну, значит, столкнется с борьбой, будет борьба. Внутренняя борьба? Она может проявляться по-разному, то есть, это не только внутренняя его борьба, это может борьба быть и на таком видевом физическом уровне. Потому что, ну, такие силы духовные, они будут мешать, естественно, реализовать его, вот, планы, и, ну, заставить его отступить от этого. А он уже объявил. И чем ты шире объявляешь о таких духовных вещах, тем тяжелее с ними потом справляться. Вот если бы, я говорю, так сказать, это тихо как-то вот прошло, то есть, это было бы, возможно, проще. А сейчас вот, вот, чисто именно в духовном плане, мне его жалко. Вот, храмы, дело в том, что исторически сложилось так, что не всем раньше было даже дано, то есть, не всем разрешалось строить храмы. Даже если у тебя есть деньги, но у тебя еще, ты должен быть готов к этому. Вот если мы вспомним историю, там, еврейского, того же народа, да, царь Давид, один из самых великих людей. Но Господь не дал ему строить храм. Не позволил, из-за его грехи, а позволил только его сыну, царю Соломону. Если уж Израиль брать, то в времена, в те древние времена, там, собственно, был один только храм. Но какой? Величественный, огромный храм. То есть, и больше других храмов не было. Поэтому у нас отношение к строительству храмов, мне кажется, очень такое поверхностное. Ну, построить храм, это, на самом деле, не самое главное. Ну, вот, если у человека есть деньги, он, конечно, может себе позволить построить храм. Но главное это, это построить храм в своей душе. Вот об этом говорит Христос, когда говорит, что я разрушу этот храм, я за три дня его воздвигну. Все ему не поверили, как возможно, а он говорил о храме своей души. И поэтому, вот, если уж Никита Юрьевич берется строительство храма, пусть он строит сразу два. И мирской храм, и храм в своей душе. Желательно, чтобы жители Кировской области тоже как-то почувствовали, в духовном смысле, роста определенного. Ну, мы об этом не говорим, потому что, на самом деле, для строительства храма души денег-то особо не надо. Но построить его гораздо труднее, чем мирской храм. А вы никогда не интересовались экономикой, вообще суммы строительства храма? Почему так представляю себя? Да, да. Но зависит ведь от величины храма. То есть, вот, ну, по-настоящему... Судя по этому сообщению в Фейсбуке, который губернатор сделал, это будет, ну, небольшой храм. Ну, даже небольшой храм... Мне почему-то Феодоровская церковь не представляет. Небольшой храм, если это каменный храм. Я думаю, там был каменный храм все равно от 50 миллионов. Это самая нижняя цена, скажем, нижняя планка. И при этом, я думаю, что это еще без внутреннего украшения. А внутреннее украшение... Безусловно, внутреннее убранство это... Да, очень-очень дорого. Особующий подход. А большой храм, ну, наподобие, как вот, наш Успенский собор, это уже примерно 500 миллионов будет строить такого храма. Все, два момента обсудили, да? Во-первых, глазки? Я не знаю. Да, наверное. А что касается территории появления этого храма, на ваш взгляд, насколько удачного? Ну, там должен быть храм. В том районе нет храма. Там ближайший храм Верве. Вера, Надежда, Любви, Матери и Софии, и Пантелеймона, соответственно, на улице ворона. Ну, в основном, они достаточно, так сказать, там далеко, а там большой очень район. Я думаю, что храм там очень уместен. Вы в интернете уже поинтересовались, уже масса высказываний, комментариев на этом поводу, по этому поводу, в том числе, что вот время сейчас такое экономически сложное, да лучше бы на те же дороги, опять-таки, да на решение других. Здесь, понимаете, дело в том, что, я так понял, что он на свои деньги строит, он весь это его... Но прямо об этом не говорится, но вот... Если это его личные деньги, он может потратить их никуда угодно. Если это не деньги региона, то почему он должен их направить, он туда направляет, куда желает. Ну, говорю, я желаю ему успехов в этом отношении, но понимаю, на какой трудный путь он стал. Давайте сейчас прервёмся на небольшую рекламу. Я напомню, что это особое мнение Владимира Севзова, ректора Овецкого социально-экономического института. Минуты, и мы продолжим. Ничего? Нормально? Чуть-то раньше. Действительно ведь нелёгкое дело с доктором. Ну и пытались, это сразу начинаются такие искушения. Тут трудно объяснить, я не знаю, с какой стороны прилетит, но прилетит. Особенно потому, что он стал это пиарить. Как человек верующий. Ну, а с другой стороны, ну, началось бы строительство храма, потом могло бы выясниться, что это проект? Лучше бы, знаете, когда... Вот что такое строительство храма? Это жертва, это твоя жертва. А что, опять-таки, в Евангелии говорится, что пусть твоя левая рука не знает то, что она... Ну, что делает право, что даёт правое, да? То есть ты достал, то жертва всё забыли. Это редко, конечно, у кого так получается. Тем не менее, вот в таких отношениях пиар... Продолжаем. Продолжим. Продолжим. Особое мнение на 101 ТФМ. Продолжаем программу. Это особое мнение Владимира Сизова, ректора Левецкого социально-экономического института. Ну что, к делам мирским. Да, переходим. Экономика, финансы. 29 апреля Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 11%. Как говорится в официальном сообщении банка, совет директоров отмечает позитивные процессы замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий. А также сдвиги в экономике, приближающие её вхождение в фазу восстановительного роста. Вот такая витиеватая фраза, но понимаешь, что речь о чём-то хорошем. О хорошем? Нет. Здесь, так сказать, Центральный банк, вообще финансовые органы всеми правдами и неправдами пытаются как-то удержать инфляцию. Возможно, да. Потому что, когда говорят, что снижение темпов инфляции, это же не говорится, а о том, что она действительно, так сказать, снизилась. И какие-то, на каких-то нормальных показателях, как на западе, на уровне 2-3%, доходя до 5-6%, о чём у нас постоянно говорят. В прошлом году тоже Минфин обещал, что будет инфляция, там, 4-8-5%, в результате она была в 2,5 раза больше. За 2015 год? Да, за 2015 год. А официальная по стране 12,9%. 12,9%, да. Ну, вот я говорю, в 2-8 раза выше, почти в 3 даже. А в этом году обещают 6,4%. Но, вот я смотрел по Центробанк, например, эти же данные не подтверждают, он обещает 9%. Два финансовых органа, они там договориться не могут. То есть, какая будет в реальности инфляция, мы не знаем. И, к тому же, вот эти инфляционные процессы, они не говорят о росте экономики. То есть, если снижается инфляция, то за счёт чего она снижается, ещё там, непонятно. Может быть, за счёт того, что денег у людей просто нет и у предприятий нет. Так, Центробанк в том числе об этом и говорит, что уменьшилась покупательская способность, соответственно. Да, Катаразия хорошо. То есть, если бы инфляционная... Уменьшение покупательской способности, это бы, словно, плохо. Если бы инфляция снижалась на фоне, так сказать, увеличения покупательской способности, это было бы, да, действительно развитие экономики. А так получается, что обороты капиталов замедляются, то есть, производство, соответственно, тоже падает. Поэтому эта инфляция, снижение инфляции, вот таким образом не показывает, в общем-то, хороших показателей и ни к чему, так сказать, хорошему, собственно говоря, не ведёт. Ну а ставка в 11%? Ну, на мой взгляд, она высокая, тем не менее, потому что эта ставка ещё и при дефиците денег всё равно не позволяет предприятиям активно развиваться, потому что как их... Кредитоваться, в том числе, да? Ну, так развитие через кредиты идёт, а кредиты достаточно высокие, а кредиты всё равно в коммерческих банках зависят от ставки Центробанка. То есть, эту ставку надо снижать. Ну вот, в том числе, нас убеждает Центробанк в том, что рубль стал менее зависим от цен на чёрное золото, на нефть. Ну, не знаю, не знаю. То есть, вот, как сейчас смотрим, к доллару, доллар резко пошёл вниз, а цена как раз по причине того, что цена на нефть выросла. То есть, мне кажется, если цена на нефть упадёт, доллар снова подскочится. Ну, и традиционный вопрос по поводу курсов валют. Ваше видение на сегодняшний момент. Ну, моё видение, что цена будет расти. То есть, вот эта ситуация... Рубль будет ослабить. Рубль будет ослаблять, доллар будет расти. То есть, эта ситуация временная. Ну, я рад, что она в настоящий момент имеет место быть. И чем она дольше продлится, тем лучше. Ну, нет, на мой взгляд, пока оснований для того, чтобы эта ситуация была слишком долгой. Дай Бог, если месяц-полтора сохранится, и потом всё равно будет расти. В прошлом году, кстати говоря, если вспомнить, в мае тоже было снижение курса доллара. То есть, ромс как бы усилился. А потом, вот, июль наступил, там, июль особенно, да, то есть, потихонечку стал долго расти. И это пришлось спать. Скажется ли на этом, ну, всё-таки сезон отпусков наступает? Хоть у нас сложные сейчас международные отношения, но те люди, которые за границей соберутся отдыхать, они же будут валюту покупать, они тоже скажутся? Ну, это не так сильно сказывается. То есть, покупка валюты для поездки именно за рубеж, ну, конечно, сказывается, но всё-таки не так сильно. Основное у нас всё-таки промышленное производство, предприятие, экспорт и импорт. Здесь валюты. Да, безусловно. Далее, ещё одна тема. Хочется выслушать Ваше мнение по поводу этого вопроса. Тоже в понедельник, 25 апреля, Сбербанк снизил ставки по вкладам. По рублём и вкладам на величину от половины процента до процента с небольшим. В зависимости от срока и суммы вклада по депозитам в валюте ставка снизилась практически до нуля. Многие эксперты говорят о том, что далее это уже снижать некуда. Ваша оценка. Я думаю, что вот Сбербанк, именно пользуясь муссируемыми слухами, усиленными о том, что инфляция снижается, ну, пытается свои издержки снизить за счёт своих клиентов, да. Потому что так-то это необоснованно. Ещё раз говорю, то есть нет никаких оснований долгосрочных, долгосрочных о том, что инфляция действительно будет низкая. К тому же Центробанк не снизил свою ключевую ставку. То есть почему должны падать ставки по вкладам, по депозитам, непонятно. То есть, на мой взгляд, это не очень обоснованно и связано именно с такой, с экономической политикой Сбербанка. То есть, ну, наверное, где-то хотят сократить свои расходы. Хотя нам явно об этом не говорят. Что-то там затаили. Конечно, не скажут. Так как-то у нас сейчас такая ситуация с гласностью не так хорошо. То есть, немножко всегда говорят о другом, а делают, когда делают какие-то не очень красивые вещи, да. Вот. И если Центробанк и другие банки будут дальше снижать, ну, также по валютным вкладам 0%, а, собственно, какие основания у вкладчиков будут для того, чтобы класть деньги на те же депозиты. Я понимаю, вот физическим лицам никаких оснований для этого нет. Я понимаю, у юридических лиц, у них просто нет возможности, они сами должны деньги в банках хранить, им не дадут, так сказать, хранить наличкой. А физические лица просто заберут эти деньги и унесут туда, где им за них дадут какие-то проценты. Сто процентов уверен, что все банки так не поступят, как Сбербанк, потому что далеко не у всех есть те ресурсы, которые есть у Сбербанка. И у некоторых банков других инструментов, кроме вот этих процентов по кредитам, для привлечения средств вкладчиков просто нет. Они в основном будут платить проценты. То есть вы советуете все-таки присмотреться, да, и по другим банкам, оценить все предложения, которые существуют, да, по процентным ставкам и депозитам. Ну, это вообще, в принципе, разумная политика любого инвестора. Да, судьбу и будущее своих денег. Хорошо, у нас остается время для перерыва, и это время хочу посвятить еще одной теме, тоже очень широко обсуждаемой. В последнее время речь идет о пенсионной реформе, о которой подготовило Министерство финансов. Ознакомиться с этим проектом можно в том числе в ведомостях. Ну, вот такую выжимку сделал. Во-первых, снова поднимается вопрос о повышении пенсионного возраста. Минфин конкретно предлагает повысить этот возраст и для мужчин, и для женщин до 65 лет. Ежегодно, поэтапно, с шагом от 6 до 12 месяцев. Вот пункт первый. Повышение пенсионного возраста до 65 лет. Насколько это обосновано? Ну, вот об этом на протяжении последних, ведь, нескольких лет... Насколько это обосновано? Это вопрос очень сложный. Потому что обоснование всегда можно найти. Другой вопрос, что если это победа была в свое время, от социальной политики государства, так и пенсионный... Вообще пенсионный фонд создан был, и, в общем-то, достаточно низкий возрастной ценз для получения пенсии, то сейчас это уже не победа, а получается поражение социальной политики. А обосновать, конечно, можно чем угодно. Поэтому обосновывать я не собираюсь. А что касается, ведут или не ведут, ну, вот исходя из той политики, опять-таки, социальной, которая сейчас проводится, скорее всего, ведут это. Но я просто уверен, что это будут вводить не ранее 2018 года, после президентских выборов. До этого вряд ли... Весьма невыгодной власти. Да. То есть это был шаг очень такой непопулярный. Ну, а вы-то согласны с тем, что надо повышать все-таки пенсионный возраст? Или не повышать? Я не согласен. Не согласен? Не согласен. Я считаю, что при разумной экономической политике можно без этого обойтись и в то же время разрешать пенсионерам, конечно же, работать, потому что те пенсии, которые сейчас есть, они и без того нищенские. И говорят, вот они там что-то зарабатывают. Да, слава богу, если у кого-то есть возможность еще выйти на пенсию, работать и что-то дополнительное получать. Вот, мы как раз переходим, да. Дальше еще круче. Во-вторых, предлагается отменить пенсии для работающих пенсионеров. Ну, я уже сказал. То, за счет чего, да, многие выживают. Как жить-то людям? То есть, на эти же деньги, там, какие-то 9-10 тысяч, это же невозможно жить по-другому, а дать за квартиру, проводить и прожить и на 5-6 тысяч. Опять, да, третий пункт, третье предложение. Не нужно платить досрочные пенсии тем, кто имеет на них право из-за работы на вредных и опасных производствах. Ну, не только. У нас во многих сферах человек, проработав определенное количество лет, имеет право на так называемую льготную пенсию. Да, здесь момент вот интересный. То есть, вот эти пенсии досрочные, если это на вредных производствах, на мой взгляд, должно платить не государство. Понимаете? То есть, вредное производство... Подождите, а если это бюджетное, то, значит, государственное. Если государственное, значит, государство. А если, ну, я сразу представил себе завод, там, сталь-литейный какой-нибудь и так далее, а вы, не знаю, возможно... Я-то сразу про бюджетников подумал. А какое это вредное производство? Медики, медики, врачи, они же тоже на досрочную пенсию имеют. Ну, здесь вопрос, скажем, должен обсуждаться. Если вот вредное производство, это частные компании, то частные компании сами не должны компенсировать своих работникам вот эти вредные производства. Насчет бюджетников вопрос сложнее. Ну, может быть, может быть, здесь действительно мягче подходить и какие-то сроки все-таки снижать. То есть, наоборот, увеличивать срок... Выходной на пенсию. Да, сколько ты должен проработать, чтобы иметь право на вот эту льготную пенсию. Еще одно предложение от Минфина. Отменить обязательность накопительного компонента и перевести его из системы обязательного пенсионного страхования в квазидобровольное с одновременным внедрением стимулов для добровольности накоплений. Честно говоря, не совсем понимаю, о чем речь. Я тоже не очень понимаю, о чем, что они имеют в виду под квазидобровольным или квазинакопительным. Вообще, в мире существуют две системы основных пенсионных. Но есть разные модификации, конечно, и комбинирования. Но это накопительное и распределительное. Российская система, она с советских времен распределительная. То есть, те, скажем, поколения, которые выходят на пенсию, они обеспечиваются теми поколениями, которые продолжают работать. На мой взгляд, несправедливо, абсолютно. Потому что, собственно, какое отношение мы имеем с тем, кто вышел на пенсию или наоборот. Нет, когда еще родственные связи есть, это еще как-то понятно. Ну, у нас же не по родственникам, так сказать, пенсия появится. А накопительное, ну, во многих странах Запада, ну, тоже не везде. Это когда деньги, которые отчитаются в пенсионный фонд, они вкладываются в экономику, развиваются. И, собственно, уже пенсионеры живут на общие дивиденды пенсионного фонда. Там тоже много вопросов, и тоже насчет справедливости. У нас, когда вот эта новая система пенсионная вводилась, вот эти 6% накопительных, то есть, они как раз как бы говорили о том, что система пыталась синтезировать себе и накопительное свойство, и распределительное свойство. Правда, 6% это, конечно, ни о чем, то есть, это очень мало. Но сейчас даже и их пытаются, так сказать, забрать. Ну, а на мой взгляд, правда, это будет революционное, может быть такое мнение, что система не должна вообще зависеть от отчислений предприятий, то есть, вот этих работников в пенсионный фонд. Потому что, ну, этих накоплений, этих отчислений все равно не хватает. Их сейчас не хватает. И пенсии платятся, в общем-то, из общего, так сказать, бюджета. И если уж все граждане у нас принимали участие в развитии страны и так далее, то есть, есть заработок бюджета. Вот нужно определить процент, пусть это было 20 или 25 процентов. Какую часть бюджета мы будем тратить? Тратить на пенсии. Вот, а не от того, что предприятия отчисляют вот этот пенсионный фонд. Причем, вот, потому что я не понимаю, при чем-то, сколько мы отчислили пенсионный фонд и, так сказать, выплаты пенсионерам. Пенсионеры в целом на страну работали. У нас же говорят, что Газпром — это национальное достояние. Вот давайте с этого национального достояния и платить всем гражданам. У нас в Конституции записано, что недра, природный ресурс — это общее наше. А у нас основные доходы бюджета, они как раз от недр, от ресурсов. Давайте хотя бы на пенсионерам какую-то часть и потратим. Или сэкономим с этих же военных расходов. Потому что военные расходы у нас, примерно, столько же занимают, сколько выплаты пенсионерам. Примерно одинаково, там, чуть-чуть отличается. Не будем проводить этих массовых международных соревнований, которые просто гигантские суммы съедают. Хватит тогда пенсионерам. То есть, о том мы все пытаемся перераспределить, разделить копейку на какие-то части. Давайте зарабатывать рубли, тогда вот что делить. Хорошо, да. Давайте сейчас прижмемся на небольшую рекламу. Я напомню, что это особое мнение Владимира Сизова, ректора Редского социально-экономического института. Полторы минуты и будем продолжать. Еще раз добрый день. Продолжается особое мнение. Сегодня это особое мнение Владимира Сизова, ректора Редского социально-экономического института. Меня зовут Владимир Снитанин. Мы продолжаем. Давайте по местным новостям пройдемся. На днях стало известно о том, что полномочный по защите прав предпринимателей в Кировской области Андрей Вавилов намерен добиваться права законодательной инициативы. Андрей никогда что-то обосновывал тем, что сейчас очень много проблем в бизнесе. Нужно решать на законодательном уровне. Права инициативы у него нет и должна быть на его взгляд. Согласны с ним? Да. Потому что чем больше у общественных органов, у общественников будет такого права законодательной инициативы... Владимир Сергеевич, уполномоченный это чиновник. Чиновник по большому. Если бы он был чиновник, у него были бы какие-то права. У него было бы только обязанности, а прав нет. Все равно я в том плане, что он выполняет общественную роль, такую общественную задачу. И чем больше будет прав у таких людей по законодательной инициативе, тем лучше. И бояться-то здесь не надо. Потому что право законодательной инициативы это не право принятия ее. То есть у нас все равно право принятия имеют только законодательное собрание. То есть мало ли что предложил. Пусть предлагают. Пусть предлагают, депутаты решат. Может быть предложат что-то хорошее. Почему нет? То есть зачем сразу отвергать и так далее. И конечно через депутатов ему труднее проходить. То есть он может конечно через них свои законопроекты проводить. Пусть предлагают. Пусть как говорится расцветает сто цветов и процветает сто школ. Чем больше разнообразия, тем лучше. Ну и видимо похожий ответ будет ваш на право законодательной инициативы для общественной палаты. Вот вроде решится должен этот вопрос. Пусть будет конечно. Пусть будет. Но право именно уже утверждать эти проекты надо безусловно оставить только за законодательным собранием. И тогда здесь будет все четко. То есть какие-то неверные инициативы будут отвергаться. А то что верное возможно будет принять. Теперь о деятельности нашего губернатора. Надо сказать что в последнее время главарь региона у нас много времени провел в поездках. Представляет Кировскую область. Беседуя, договариваясь. Побывал в том числе в конце апреля во Франции. Представил там нашу область. И появилась вероятность того, что у нас будет создано совместное российско-французское предприятие по переработке молока и производству сыров. Есть у вас уверенность в том, что... Нет, у меня уверенность есть. Почему я объясняю? Очень даже все просто. Потому что такие поездки готовятся заранее. То есть если глава региона объявляет о том, что он договорился, то наверняка уже есть проработанные какие-то проекты, какие-то договоренности. Но, наверное, еще не подписаны, возможно, договора соответствующие. Поэтому пока мы не знаем, что это за кампании, что за конкретные проекты. Если бы не было таких договоренностей, я просто уверен, что губернатор не мог бы объявить об этом во всеуслышании, тем более на международном уровне. Поэтому такие проекты есть. Я думаю, что скоро мы узнаем, с кем мы будем дружить из французов. Ну, вот как говорит губернатор, наша продукция молочная будет способна выйти на мировые рынки, если будет использоваться в работе компаний, занимающихся организацией общепита в нестандартных условиях. Вот тут тоже очень интересно. К примеру, на нефтных платформах в пустынях и в океане. То есть это говорит как-то о качестве продукции, что ли? Нет, это, скорее всего, говорит о том... Продукции, которые вообще-то в мире достаточно много, очень трудно. Опять-таки, вероятно, вот с этими компаниями, которые занимаются поставками продукции на эти нефтяные платформы, какие-то уже договоренности предварительно есть. Кстати, вот он сам и, так сказать, подсказал, в каком направлении стоит искать вот этот французский следок. Кстати, само по себе производство и переработка молока в нашем регионе, правильно как-то вот отстроена эта система? Изучали, интересовали? Нет, я не изучал, но немножко слышал про это. Мы в прошлом году были первые патронпом роста надоев, о чем не вернулся отчитался. Да, я знаю, что у нас достаточно хорошо, так сказать, по молоку, но как и чего там дальше происходит, это, по-моему, такой темный лес. И, не знаю, спросите лучше специалистов. Ну, ясно одно, что производим мы больше, чем перерабатываем сами, можем переработать. Хорошо, следующая тема тоже связана с законодательным законопроектом. В общем, в Госдуму внесен он, и этот законопроект предполагает ежегодную индексацию зарплат работникам коммерческих компаний. Планируется, что индексация будет проводиться на уровень инфляции в каждом конкретном регионе. Не повышать, согласно этому законопроекту, зарплату сотрудникам предлагается лишь только в том случае, если эта зарплата составляет не менее десятикратного размера, минимального размера оплаты труда, ну, то есть в районе 100 тысяч сейчас. Вот примерно. Обсуждали мы эту тему на дочной неделе в программе «Дневной разворот», и специалисты, в том числе руководители компаний, в том числе Василий Сураев, руководитель Кировского молочного комбината, высказался против. Все-таки говорит о том, что нужно давать самим руководителям компании, решать, повышать или не повышать, а если и повышать, то велика риск того, что он просто-напросто загрелся в предприятии. Вот Ваша позиция. Абсолютно правильно, так сказать, сказал с точки зрения именно предпринимателей. Почему-то вот Дума какие-то постоянно предлагает странные проекты, то ли глупость какая-то, то ли популизм перед выбором. Да, потому что, ну зачем вот это закладательно регулировать, если нормальное предприятие, которое нормальное, я считаю, то, которое работает в условиях конкуренции. То есть не монополистическое, монополисты, у них своя, так сказать, игра. А нормальное предприятие, которое живет в условиях конкуренции нормальной, то есть оно заинтересовано в нормальных работников. оно будет повышать им зарплату, если действительно есть еще платить, чтобы удержать этого работника. В противном случае, если хороший работник не будет получать достойную зарплату, так он уйдет своим конкурентам. И здесь рыночный механизм, рынок труда очень все хорошо отстраивает. Когда есть рынок, все хорошо отстраивается. Когда рынка нет, тогда надо как-то искусственно какие-то вещи идти делать. Не надо, конечно, такой закон вводить. Это будет однозначно мешать и предпринимательской инициативе, и будет даже служить тому, что предприятия некоторые, которые сейчас более-менее еще как-то существуют, окончательно перестанут существовать. А работники-то, сотрудники радуются, ой, вот бы моего босса ненавистного действительно обязали. Сотрудники не всегда думают, откуда этому боссу взять деньги, чтобы выплатить зарплату. То есть они не как бы своими вопросами заняты, а руководители своими вопросами заняты. Это разные вопросы, и если нет возможности поднять зарплату, то они не поднимаются. Давайте еще немножко в конце вашего особого мнения поговорим про жилье. Времена, как известно, непростые. Вот Кировская городдома на прошлой неделе приняла решение о строительстве еще одного микрорайона. Называется он Прибрежный, это район Коминтерный, деревня Гнусино. Дома высотой от 9 до 19 этажей там планируется строить. Общий объем жилого фронта более 600 тысяч квадратных метров. Глава города Владимир Быков высказался на сей счет. Он сказал, что будет востребор в жилье, несмотря на непростые времена. И прилив у нас людей из сел, и рождаемость у нас неплохая. На ваш взгляд, опрометчиво, не опрометчиво сейчас масштабные строительства еще начинают? В целом, конечно же, развивать и тот микрорайон надо, и жилье действительно будет востребовано. Но здесь какие есть опасения? То, что все-таки район не самый популярный. Жилье там традиционно низкой стоимости. То есть оно там недорогое жилье. А в наше время, вот это вот кризисное время, оно еще дешевле стало. И, боюсь, если сейчас строительство начнется, то его, возможно, будут продать только либо по себестоимости, либо даже ниже себестоимости. То есть просто компании, которые за это берутся, могут столкнуться с экономическими проблемами, которые непонятно кто будет решать, потом город будет решать или что. Поэтому микрорайон надо там строить, безусловно. Другой вопрос, вот когда начинать строительство, то есть, может быть, чуть-чуть и подождать. Годик-два, когда все-таки кризис, так сказать, как-то потихонечку рассосется и будет полегче. Вот в настоящее время это не очень перспективно, вот именно вот сейчас строить. Но через год, через два, да. Вы, кстати, к сожалению, не владею этой информацией по поводу уже идущих строек в Кирове, имея в виду жилье, что-то уже заморожено, не заморожено, интересно. По конкретным объектам я не могу сказать, но я читал такую информацию, что примерно 10% жилья, отстроенного в Кирове, в этом году не может продаться. А по прошлым годам это было в среднем 1%, до 1% не продалось. Сейчас увеличилась вот эта составляющая до 10%. Достаточно опасно, если переварить в квартиру, то каждая десятая квартира. Если взять Москву, то там еще больше объема, там опять-таки оценки 25-30% за жилья не может быть продано. Не может быть продано. Но сейчас пока, пока идет кризис. Поэтому проект перспективный, но его стоит чуть-чуть попридержать. Попридерживать, повременить. Хорошо, спасибо. Заканчивается программа «Особое мнение». Особое мнение Владимира Сизова, ректора Овецкого социально-экономического института, доктора экономических наук, академика, профессора. Спасибо, до новых встреч. До свидания. Всего доброго.